Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам Первверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать и исследовать вместе с вами седьмую главу этого послания. В этой главе апостол отвечает на заданные ему Коринфянами вопросы относительно брака. Кстати, некоторые боятся слова «брак», на самом деле это славянское слово, и оно происходит от слова «брать». То есть человек берет себе невесту, и они составляют семью. Это не иностранное слово, это именно славяно-русское слово. Ничего страшного в нем нет. Первое. В этой главе Павел указывает Коринфянам на то, что брак был установлен как средство против блуда. Это с первого по девятый стих. Второе. Повелевает вступившим в брак не разводиться, если даже один из супругов не верующий. Это с десятого по шестнадцатый стих. Третье. Объясняет им, что обращение в христианство не меняет их внешнего положения. То есть кто в каком достоинстве призван, тот в том и остается. И поэтому советуют оставаться в том звании, в каком они были призваны. Это с семнадцатого по двадцать четвертый стих. И четвертое. Павел рекомендует в этой главе в связи с трудными условиями жизни все-таки не спешить создавать семью. Для кого-то можно остаться безбрачным. Он показывает, как мирские заботы, они могут отвлекать христианина от служения Богу. Это с двадцать пятого по тридцать пятый стих. И пятая тема. Он дает указание, как поступать с девицами. Если в семье есть девица, могут ли родители выдать ее замуж, или они должны придерживаться другого. И в заключение этой главы шестая тема. Павел дает совет вдовам, вдовицам, как им следует себя вести в этом положении. Это с тридцать девятого по сороковой стих. Сейчас, когда мы делаем эту запись на библейском портале Экзегет, приближается Великий пост. И темы, связанные с этой главой, заслуживают нашего пристального внимания. Поэтому будем серьезнее относиться. И следующий очень важный совет. Когда вы слушаете беседы по библейским главам, а это самое важное, что у нас есть, вы должны держать текст, который изучается, перед глазами. Вы смотрите в текст, следите по тексту, потому что кроме обсуждения, собственно, главы, мы говорим о сопутствующих темах. И чтобы вам быть более собранными, имейте текст перед глазами. Итак, седьмая глава, первый стих. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Ну, во-первых, тут надо обратить внимание, что речь идет не о жене. Муж как раз обязан касаться жены. А речь идет о женщине. И здесь нет никакого запрета в части семейных отношений. И могут быть запреты, связанные с таким дерзким ухаживанием или какими-то любодейными делами. И вот древнехристианский экзегет Амбразиастер пишет, возбужденные превратными суждениями лжиапостолов, которые через лицемерие свое учили отвергать брак, «Чтобы казаться чище других, коринфяне, поскольку не радовало их это суждение, написали Павлу письмо по этому вопросу. Но только об этом». То есть в письме они спросили, а вообще можно ли касаться жены? И Павел с самого начала, как бы формулируя их вопрос, он пишет, «Вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Речь идет не о жене. Отец семейства, он касается детей». Очень важно, кстати, когда вы общаетесь с детьми, поглопить по плечу ребенка, погладить по голове. Даже вот сейчас, когда идут такие серьезные обсуждения против домогательств, в больших крупных христианских сообществах обсуждается вопрос о том, что нельзя вообще не прикасаться. это создаст дефицит во взаимодействии ребенка с окружающей реальностью. Он сам будет искать каких-то отношений. Поэтому можно пожать руку, можно похлопать по плечу, как-то подбодрить, сгерошить волосы. В этом ничего предосудительного нет и не может быть. А многие такие законы, они принимаются для того, чтобы посеять недоверие между взрослыми людьми и детьми. А это, в свою очередь, бросит детей в объятия вот этого сексуального просвещения, и там отношения будут уже совсем другого, не столь безобидного характера. И вот Амбразиастер, он обращает внимание на то, что были лжеапостолы, еретики, которые говорили, что вообще не надо касаться женщин, даже если это твоя жена или твоя родственница. И Павел отвечает с пониманием, почему мы должны все-таки придерживаться более взвешенной позиции. в блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, если в предыдущих главах апостол Павел обличал Коринфян в грехах, сведения о которых дошли до него, то, начиная с седьмой главы, апостол переходит к ответам на вопросы Коринфян. Коринфяне через Тита прислали к нему ряд вопросов, касающихся их жизни, как жить христианской жизнью, как им правильно поступать. Свои ответы апостол Павел начинает с отношения к блуду, которую мы подробно разбирали в прошлой главе. Дальше апостол говорит так. И мы читаем, Павел далее пишет, «Но в избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене, должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равна и муж не власти над своим телом, но жена». Итак, брак устанавливается по нескольким причинам. И одна из причин, это то, на что Павел обращает внимание, в избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Но это не главная причина. Главная причина – есть Божья заповедь, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И эта заповедь, она доминирует во многих случаях над другими подобными предписаниями, которые описывают взаимоотношения между полами. И вот четвертый стих «Жена не властна над своим телом, но муж, равная и муж не власти над своим телом, но жена» – это очень важно усвоить в преддверии поста. или когда пост уже идет, наступил, что «Жена не властна над своим телом, но муж, равная и муж не власти над своим телом, но жена». То есть, если кто-то из супругов не готов на время поста воздерживаться от отношений, тяжелый грех, если жена откажет мужу под видом благочестия, или муж откажет жене под видом благочестия. В блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, «Здесь речь идет о том, что жена не должна воздерживаться от супружеской жизни против воли мужа, и муж не должен воздерживаться против воли жены». Это очень важный принцип, который сейчас, к сожалению, многие нарушают, и в результате в семьях возникают скандалы, склоки, распри, разделения из-за того, что люди по ложно понятому благочестию начинают на себя накладывать бремена неудобоносимые. И это действительно так. Я вот знаю семьи, в которых происходило нечто подобное. Например, одна женщина, она имела очень строгого духовника, и он говорил, «Нет, на время поста ты должна отказаться». Это волюнтаризм, это его собственное мнение, этого священника, а оно не основывается на Писании. А что сказано в Писании? Это пятый стих седьмой главы первого послания к Коринфянам. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, слышите, братья и сестры, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть такое воздержание возможно разве по согласию. Если согласие не достигается, то жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не власти над своим телом, но жена. Причем желание воздерживаться от таких отношений вменяется как подвиг этим людям. Даже если они подчиняются другому супругу или супруге своей. Потому что Бог судит прежде всего намерение. И Блажен Августин комментирует вот эти слова. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в молитве, в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Он пишет соответственно апостольским словам, если бы он, муж, хотел практиковать воздержание, «А ты, а ты бы, жена, не захотела этого, то он должен был бы уступить тебе, а Бог принял бы его стремление к воздержанию при сохранении супружеской близости». мужчине, то есть, мужчине, который решил воздерживаться, но жена не хочет, и он восстанавливает с ней отношения, но ему вменяется вот это желание воздержаться в заслугу. А если бы он отказал бы жене в отношениях, то он бы подставил ее дьявольским соблазном. ведь одна из причин брака это чтобы не разжигаться. И вот та семья, о которой я начал рассказ, все кончилось тем, что семья развалилась. И я беседовал потом с этим священником, я ему показал этот текст, он на нее смотрел, как будто он никогда не видел, что воздерживаться можно только по согласию. Вот тут я лишний раз убеждаюсь, что вот эти псевдо- такие консерваторы на самом деле это малообразованные библейские непросвещенные люди. Они не знают ни правил церкви, ни порядка семейной жизни, как это установлено в Слове Божьем. И далее апостол пишет, впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Почему он говорит, впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Вот преподобный Ефрем Сирин поясняет, он как бы говорит от лица Павла, но это говорю по снисхождению, а не приказывая. В церкви вообще ничего нельзя приказывать. Бог дал каждому человеку свободную волю, и если человек может верить Богу, а может и не верить Бога, это как бы его право, то почему же касаться таких вопросов, как внутренняя семейная дисциплина с позицией приказов. Вообще никто не должен вмешиваться в семейную жизнь. Раньше на Руси было принято как? Создается семья, им строится отдельный дом, и никакие родители со стороны мужа не имеют права вмешиваться, и со стороны жены не имеют права вмешиваться. Помогать могут, но не устанавливать свои какие-то порядки. Профессор Десницкий объясняя слова «Впрочем, это сказано как позволение», он пишет «Эту фразу можно понимать по-разному, поскольку Павел мог иметь в виду первое соглашение о временном воздержании ради молитвы, молитвы и поста. Второе призывы к вступлению в брак и исполнению супружеских обязанностях, о которых говорится. И третье призыв не уклоняться друг от друга. Ну, с этим нельзя не согласиться. Действительно, есть серьезная опасность, когда супруги на долгое время воздерживаются, уклоняются друг от друга, и мы должны следовать авторитету Писания и авторитету святых отцов, а не каким-то частным богословским мнением, в кавычках богословским, кто-то что-то высказал. Далее апостол Павел пишет, «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Он как бы несколько раз повторяет вот эту тему, это вторая причина, почему важно вступить в брачный союз, чтобы не разжигаться. но в каком смысле он говорит, что хорошо оставаться, как он, апостол Павел был безбрачный, но вот этот путь безбрачия, то, что называется монашество или целебатство, безбрачия без монашеских обетов, это путь не для всех. И смотрите слова Христа, это Евангелие от Матфея, 19 глава, 7 по 12 стих. «Они, то есть иудеи, говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею, то есть женою? Он, то есть Христос, говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же, то есть Христос, сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чьего матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Здесь Христос касается таких вопросов, как неверность одного из супругов. Если есть доказанная вина прелюбодеяния, то да, надо разводиться. Причем, если доказана вот причина прелюбодеяния по отношению к женщине, а развод строг очень, муж обязан развестись. Если доказано наличие прелюбодеяния со стороны мужчины, жена может упростить. Это правило Василия Великого. Ну, чем же это обусловлено? Женщины жили в своих домах. Как вот восточные женщины, они особо никуда не выходили. Если они шли на рынок, там, куда-то еще, они шли в сопровождении родных и близких. А мужчины, они торговали, они путешествовали, они воевали. И если женщина впадала при любодеянии, это был заговор против домашнего очага, это была продуманная какая-то комбинация, чтобы никто особо это не заметил. Тут присутствовало и коварство, и все что угодно. А в случае с мужчиной, конечно, ситуация, она немножко иначе. и далее Христос говорит о том, что есть скобцы, которые от чрева матерни родились так. То есть они имеют какие-то физиологические дефекты, они не могут вступать в сексуальные отношения. в этом нет их как бы заслуги, там, подвига, но никто не может их осудить. Как и есть, так и есть. Есть скобцы, которые оскоплены от людей. Вот самооскопление запрещено в церкви. И кто-то, если оскопляет людей, это категорически запрещено. Любая такая стерилизация, потому что получается, что как бы тело несет на себе вину за преступление души. Но если осуждается тело, любая его часть, то вина падает на создателя тела, то есть на Бога. Это какое-то дикое манихейство. А есть скобцы, которые сами сделали себя скобцами для Царства Небесного. Это те, которые без всякого скопления просто приняли такое решение, что они будут безбрачными. Вот за это такое их решение им будет награда. Но так как Христос сказал, что не все могут вместить, какой же смысл принимать монашество и пребывать в блуде? Это усиливает силу греха. Одно дело, частное лицо впадает блуд, а другое дело, когда человек дал обет, что он будет придерживаться целомудрия, или когда семья создается, они тоже дают обет перед крестом и евангелием, что они будут сохранять верность друг другу, покуда смерть их не разлучит. И далее, 10-й, 11-й стих, о вступившем в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, вот она может примириться с мужем, и мужу не оставлять жены своей. Таким образом, мы выясняем, что церковные и евангельские законы очень строго относятся к разводам. Разводы не допускаются. Если, например, взять практику древней церкви, то развод это что-то невероятное. Те, которые читали роман графа Толстого Анна Каренина, наверное, помнят, что согласие на развод Анны с мужем зависел от того, одобрит это император или нет. Без подписи императора Анна не могла развестись со своим мужем. Вот в христианском обществе должны быть все строгости по поводу разводов. Мы любим критиковать братьев католиков, но попробуйте у них развестись. Это практически невозможно. разведенный человек в Римно-католической церкви не имеет права приступать к святым дарам, к причастию. Только недавно сделали некое послабление, если уже много лет человек живет в разводе, мужчина или женщина, и они ведут нормальный такой образ жизни, им стали разрешать с трудом. Но там, по-моему, это до сих пор остается на усмотрении епископа. И это именно более православно так относится к разводам, чем нежели то, как иногда мы легкомысенно смотрим на этот вопрос. Это уж абсолютно не по-православному. И вот блаженный Иероним пишет, «Согласно со словом Господа апостол учит, что жену за исключением причины прелюбодеяния не должна отпускать и что разведшаяся при жизни мужа не должна выходить за другого, а лучше должна примириться с мужем своим». Это трактат блаженного Иеронима против Ивениана. В этом трактате он как раз обсуждает семейные вопросы, потому что были реальные такие ереси, которые боролись с браком. И далее мы читаем с 12 стиха по 16 «Прочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». Почему Павел здесь употребляет такую фразу «прочем же я говорю, а не Господь». То есть, когда он говорит с акцентом на Священное Писание, на Закон Божий, на Ветхий Завет, он знает, что он говорит не от себя, но когда он не знает, как в такой ситуации выразить позицию, правильно это или неправильно, он немножко с недоверием относится к тому, что он говорит. Но мы знаем, что все, что он говорил, это канонические Писания, то есть, это было изречено Духом Святым. Человек должен сомневаться в своих собственных высказываниях, потому что в VI Вселенский Собор он постановил, что никто не имеет права толковать Писание, не сообразуя это толкование с точки зрения Отцов Церкви. А в случае с Павлом это, конечно, арфа Духа Святаго, как его называет Златоуст. Но вот он учит нас, как осторожно надо подходить к вопросам, на которые ты не знаешь общецерковного ответа или библейского ответа. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Откуда взялась эта проблема? Конечно, в еврейском обществе такого не могло быть, там все были верующие. Но речь идет о том, что христианство пришло в языческие земли. Коринф – это языческий город. И люди сначала вступали в брак, гражданский брак, то есть оформляли все по законам того мира, а потом муж уверовал, стал христианином, или жена уверовала, стала христианкой. Вот такие были времена. И вот наше время, в котором мы живем, тоже очень напоминает апостольские времена. У нас тоже есть семьи, где жена верующая, муж неверующий, или наоборот, я таких случаев тоже много знаю, муж верующий, жена неверующая. И вот апостол устанавливает закон, порядок, как им себя вести. Если какой брат имеет жену неверующую, но Дух Святой еще как бы не коснулся ее сердца, она не может поверить, только отталкиваясь от авторитета супруга. Как сказано, если кому Господь закроет, никто не откроет, а если кому Господь откроет, никто не закроет. Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. На что мы тут должны прежде всего обратить внимание? Здесь не сказано, если какой-то мужик имеет женщину неверующую, нет, она называется женою, он называется мужем. Здесь не сказано женщина мужчина, мужчина женщина, нет, и через это Священное Писание показывает нам, что признаются брачные узы. Если на момент вступления в брак они оба были неверующие, это брак, и он законный. Но если потом кто-то уверовал, а кто-то не уверовал, все равно это брак. В каком случае такое сожительство будет блудом? Если с самого начала мужчина был верующий, и жена, женщина была верующая, и они решили без всякого церковного благословения, без всякого венчания вступить в брак. Понятно, что это блуд. Поэтому надо иметь суждение, не оскорблять людей, мол, у вас неправильная семья. Нет. Если они сохраняют верность друг другу, это все правильно. Поэтому здесь мужчина называется мужем, а женщина называется женой. И далее. Ибо неверующий муж освящается женою верующию, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Оказывается, один член семьи, если он верующий, он освящает всю семью. Жена мужа, муж жену, плюс еще и своих детей. Ведь союз между мужчиной и женщиной двое вплоть едином. Если один причащается телой и крови, окрабляется святой водою, призывает Духа Святаго свою жизнь, читает Святой Евангелие, и эта благодать касается его, неизбежно это касается и тех супругов, которые неверующие, и детей, которые родились от этого союза, но, может быть, еще не определились в своем отношении к вере, потому что они могут быть еще очень маленькими. Далее, 15-16 стих. Если же неверующий, то есть неверующий член семьи, хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра, то есть верующие, в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Что значит к миру призвал нас Господь, к миру в семейных взаимоотношениях, даже если часть нашей семьи это неверующая, и только немногое количество людей это верующие, все равно мы должны поддерживать мир как с внутренними, то есть с братьями и сестрами по вере, так и со внешними, со всеми остальными. Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Павел задает такой вопрос. Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Если они освещают друг друга каким-то таинственным образом, то это уже означает, что неверующий может оказаться на пути к вере и обрести дар этой веры. И вот архиепископ Аверки Таушев пишет смысл этого не совсем понятного изречения тот, что брак не должен быть расторгаем в том случае, если только один из супругов уверовал, а другой остался язычником. Иначе сказать, объясняет епископ Феофан Затворник, брак твой верная жена с мужем неверным не превратился в незаконное сожительство от того, что ты уверовала. Напротив, твое уверование осветило сей брак и мужа твоего в брачном отношении. тут идет конец цитаты Феофана Затворника и далее Владыка Верки пишет «Равным образом и дети от такого брака не должны рассматриваться как нечистые, в смысле незаконно рожденные. Цель у апостола та, чтобы предотвратить распадение семейств, которые могут бы наделать много шума и вредно повлиять на дело проповеди. С другой стороны, коль скоро муж и жена неверные, не отвращаются от жены и мужа верных, то есть надежда, что и они со временем обратятся, как это и говорит апостол прямо». Конец цитаты. То есть несовпадение в религиозных взглядах не является причиной для развода. И в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата черным по белому записано, что развод допускается в случае смерти одного из супругов, в случае прелюбодеяния одного из супругов, крайней формы беснования одного из супругов, но это должно быть засвидетельствовано, заражение СПИДом одного из супругов, что подтверждает как бы акт прелюбодеяния, и наркомания одного из супругов. Во всех других случаях Церковь никаких одобрений на разводы не дает. И мы должны очень серьезно к этому относиться. это не дело самих людей разводиться или нет. Это не частность какая-то. Они венчались в храме, их венчал священник, были свидетели, венцы были над их головами. Перед крестом и евангелием они обязались жить праведной жизнью. и практика такая, если человек вообще неженатый совершил какой-то блуд, и он идет на исповедь, его допустят до причастия, если его раскаяние будет искренним и глубоким. А если те, которые развалили семью, и пойдут на исповедь с желанием причаститься, им можно отказать. в крайней мере вся западная церковь так действовала и до революции был такой порядок. Вот революционные времена немножко нас как-то расслабили. И мы читаем далее с 17 по 22 стих «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам». То есть мы должны поступать и действовать, отталкиваясь от повелений Бога и какие повеления есть обязательные для всех церквей поместных. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанный, не обрезывайся, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в каком призван». Что значит «каждый оставайся в том звании, в каком призван». То есть став христианином, если ты учился в университете, ну и доучивайся в университете. Если ты был военнослужащим, продолжай служить как военнослужащий. если ты был преподавателем, оставайся преподавателем. Не надо вот так вот все резко кардинально менять, потому что может воцариться хаос. «Каждый оставайся в том звании, в каком призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». Как раньше человек мог сделаться свободным, если он раб? Он мог угодить своему хозяину, и тот давал ему свободу. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равна и призванный свободным, есть раб Христов». То есть если человек уверовал, он раб, но в Господе он свободен. А если человек свободный уверовал, а он никакой не раб, он становится рабом Божьим, потому что сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Тут третьего не дано. Или мы побеждены грехом, дьяволом, искованы страхом смерти, или мы рабы Божьи, то есть свободные от любого страха, от власти греха и от власти дьявола. Поэтому рабы Божьи это свободные люди. Блаженный Иероним пишет, представляет причины, почему не хочет, чтобы оставляли жен. Для этого говорит заповедую, чтобы уверовавшие во Христа из язычества не оставляли супружеств, а в которые вступили прежде обращения к вере. Потому что тот, кто уверовал, имея жену, не обязывается таким служением Богу, каким девственники и незамужние. Но некоторым образом он более свободен и для него ослабляется узда рабства. И тогда, как он есть раб жене, он есть свободник Господа. То есть он ухаживает за женой, жена ухаживает за ним, они поддерживают друг друга. А дар веры это, если хотите, как музыкальный слух. Одного есть, у другого нету. И можно ли человека пенять за то, что у него нет слуха? Или один различает цвета, а другой дальтоник, он не различает цвета. Так и дар веры. Не надо людей подгонять, не надо насильствовать как-то над их убеждениями. Пусть они, видя нашу христианскую жизнь, привлекутся идеалами веры. И далее апостол Павел пишет, 23-24 стих, «Вы куплены дорогой ценою, не делайтесь рабами человеков». То есть мы куплены кровью Иисуса Христа, искуплены от прежней греховной жизни. Поэтому опять подпадать под рабство человеческое, под соблазны, грехи, это неправильно. «В каком звании кто призван, братья, в том, каждый оставайся пред Богом». Он повторяет эту мысль с неким акцентом, что ты оставайся в этом звании, но веди себя так, как пред Богом ты себя должен вести. Если, например, ты работал в магазине и раньше позволял себе что-то выносить из магазина, то теперь ты действуй, как будто пред Богом твоя жизнь происходит. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. Амбразиастер пишет, «Дорогая цена, то есть цена, которой мы куплены, истинно так, ибо настолько дорого куплены мы, что никем не можем быть выкуплены, кроме Христа, которому принадлежит все. Кто же дорого куплен, тот и служить должен, соответственно, дабы воздать покупателю цену. Богом уже купленные рабами человеков быть не должны. Рабы человеков есть те, кто подчиняет себя человеческим предрассудкам». То есть речь идет не о социальном измерении такого понятия, как рабство, а о некоторых таких сковывающих нас предрассудков, сооблазнов и так далее. И мы должны оберегать себя от такого рабства, когда побежденный грехом человек становится рабом греха плюс дьявола и скованной страхом смерти. Далее апостол Павел пишет с 25 стиха и ниже «Относительно девства я не имею повеления Господня, я даю совет, как получивший от Господа, милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку остаться так». То есть человек может действительно сохранять девство и мужчина, и дева, и вдова. «Соединен ли ты с женой нищий развода? Остался ли без жены нищий жены? Впрочем, если и женишься, то есть вдовец может жениться, впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». О каких скорбях по плоти рассуждает апостол Павел трудности семейной жизни? Одно дело, когда юноша ухаживает за девушкой, а другое дело, они создали семью, и теперь им надо как бы притираться друг к другу, как граф Толстой писал. Это как две шестеренки, они оказались в такой взаимосвязи, и вот они притираются друг к другу. Проходит какое-то время, они очень хорошо начинают понимать все плюсы и минусы в их характерах, и подстраиваются друг под друга. «Я вам сказываю», продолжает Павел, «братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего». Может быть, он ошибается? И Иоанн Богослов, помните, писал, детки, последнее время, а уже сколько прошло, почти 2000 лет, нет, он не ошибается. все это он пишет в преддверии гонений, страшных гонений, будет 10 ужасных гонений против христианства, и первые гонения это при императоре Нероне, и сам Павел, и Петр будут казнены во время этих гонений, поэтому он, наделенный пророческим духом, он понимает, что скорби будут серьезные, и одно дело человек сам переносит страдания, другое дело тут его семья, и что произойдет с ним, когда их тоже будут подвергать гонению, унижению, возможно, даже смерти, поэтому апостолы, они говорили о конце света, и в том смысле, как наше существование закончится, и действительно гонения были беспрецедентны, они были описаны даже самими этими язычниками как нечто ужасное, такие авторы, как Тацит и другие в своих аналах, они описывали, что даже народ римский стал возмущаться, какая жестокость проявлялась по отношению к христианам. Далее Павел пишет «А я хочу, чтобы вы были без забот». То есть если тебя преследуют, это тебя преследуют, а если тут еще и семья твоя страдает, тут беспокойство в тебе усиливается. А потом враги христианства всегда брали родных и близких как заложников, чтобы заставить христиан сломаться. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею девицею, незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Здесь апостол Павел не бросает тени на святость брака, он просто говорит о целесообразности целебата, то есть люди дают обет безбрачия, его исполняют. Монашества тогда еще не было, не было даже такого понятия, оно появится, это четвертый, пятый век, поэтому говорили о тех, которые давали обет, воздержание. Надо заметить, вот иудейский историк Иосиф Флавий, он описывает, что когда он занимался написанием книг, когда в иудейском сообществе кто-то начинал заниматься серьезно богословием или чем-то еще, они воздерживались от отношений сексуальных, не в том смысле, что они разводились, но они понимали, что легче служить Богу тогда, когда ты не имеешь вот таких развлечений, но это, повторяюсь, ни в коем мере, не бросает даже тени на святость брака. Это о целесообразности. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте оставалась и так, то пусть делает как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Действительно, в иудаизме и в греческом мире считалось что-то неприличное, когда девица долгое времени не выходит замуж, ее подозревали в чем-то дурном. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждую, но будучи властен в своей воле решился в сердце своем соблюдать свою деву, то хорошо поступает соблюдать деву, то есть если она хочет оставаться девой, пусть остается. Соблюдать в данном случае означает обеспечивать ее всем необходимым и поддерживать это ее решение. Кстати, девы и женщины в христианском мире, в древнехристианском мире занимали более активную позицию, чем ту, которую женщины занимают современной церковью. Во-первых, многие женщины были переписчиками книг. Вот именно женщинам доверяли больше, чем мужчинам в таком служении. потом был институт деканис, это женщины, которые готовили других женщин к крещению и обеспечивали совершение этого таинства. И позиция женщин была очень активная. Женщины были миссионеры, проповедники. Мы знаем рунопостыных женщин. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. жена связана законом, доколе жив муж ее. То есть закон связал ее, она не имеет права бросать мужа, оставлять его. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Вот это уточнение, только в Господе она может взять в мужья только верующего человека. То, что было раньше, и она была неверующая, ее первый муж был неверующий, они там сошлись, разошлись. А когда кто-то стал христианином, он должен знать, что если он будет создавать новую семью из-за вдовства, а то только в Господе. Но она блажение, если останется так, то есть останется вдовую, по моему совету, а я думаю, и я имею Духа Божия. То есть он понимает, что те мысли, которые приходят ему на сердце, они все-таки диктуются Духом Святым и контролируются Духом Святым, чтобы не было никаких ошибок. И вот Амбразиастер пишет «Свободно выйти за кого хочет только в Господе, то есть кого сочтет для себя подходящим, за того и выйдет, поскольку браки не по доброй воле имеют обыкновение приносить дурные плоды. Только в Господе, то есть если без подозрения, без нравственности выходит замуж и единоверца в мужья берет. Это и есть выйти замуж в Господе. С одной стороны, Амбразиастер обращает внимание на то, что в браках иногда сбегаются люди, которые вообще не понимают друг друга, только внешние какие-то инстинкты, и от этого много горя. А если в Господе верующая женщина ищет себе мужа или верующий вдовец ищет себе жену в Господе, здесь будет согласие и единство не только плотское, но и духовное и религиозное. Итак, сегодня братья и сестры, отцы, мы рассмотрели седьмую главу первого послания к Коринфянам, где затрагиваются очень важные темы, связанные с брачной семейной жизнью. Если будем живы, Господь позволит, мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. субтитры создавал DimaTorzok